Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика». В студии Татьяна Трофимова. Смотрите сегодня. Все о гражданстве. После капитального ремонта открыли здание управления по вопросам миграции МВД. В музее храма новомучеников и исповедников российских появились новые экспонаты для незрячих. Веселый хоровод. В Чебоксарах дали старт новогодним торжествам. Ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина еще долго будет самой обсуждаемой темой. В этот раз глава государства отвечал на вопросы российских и иностранных журналистов в течение почти четырех часов. Президент России затронул множество актуальных тем, волнующих россиян в уходящем году. Внешняя политика, ситуация в экономике, пенсионная реформа, межбюджетные отношения, модернизация системы переработки твердых бытовых отходов. Эти и другие вопросы звучали в центре международной торговли, где Владимир Путин традиционно встречался с журналистами. Много внимания было уделено экологическим проблемам, качеству питьевой воды, так называемой мусорной реформе. Глава государства отметил, что вопросами утилизации не задавались десятилетиями со времен СССР. Скопилось огромное количество мусора, переработать который можно только с помощью современных технологий. Задача первостепенной важности – ликвидация незаконных свалок, создание соответствующей инфраструктуры. До 2024 года по всей стране построят 200 мусороперерабатывающих заводов. Напомним, у нас в республике этой проблеме уделяют большое внимание. Чувашия вошла в число пилотных регионов, по-новому решающих задачи экологической безопасности. Многих волнует переход всех регионов на цифровое телевидение. Не возникнут ли проблемы из-за перехода на цифру в отдаленных населенных пунктах, спрашивали журналисты. Владимир Путин успокоил. Переход будет постепенным, действовать будут очень аккуратно. За ходом пресс-конференции следили и на местах. Подобные встречи главы государства с журналистами – отличная возможность для правительства страны и региональных властей скорректировать свою дальнейшую деятельность и правильно расставить акценты. Наш президент открыт для диалога, открыт для позиционирования разных проблем, разных точек зрения. И он готов слышать. Собственно, о чем это говорит? О том, что проводится системная работа. И несколько раз было произнесено, что мы должны сделать прорыв, что должен быть прорыв в развитии и нашей экономике. И для меня, как для человека, который работает в Комитете по образованию, науке было здорово, что среди всех 12 национальных проектов, на которых предусмотрено более 20 триллионов рублей, он выделил именно образование и науку. У нас теперь появятся дополнительные федеральные деньги на реализацию новых образовательных проектов и расширение старых проектов, которые уже себя зарекомендовали. У нас появится в Новочебоксарске Кванториум, у нас появится в Канаше IT-куб, у нас появятся новые школы. И мы надеемся, что нам даже быстрее получится реализовать ту программу, которую утвердил глава республики Михаил Васильевич по строительству и реконструкции школ. Галина Титарчук, Андрей Шоклев, Республика. К региональным новостям. Со следующего года Чувашия активно включается в национальный проект образования. Он рассчитан на период до 2024 года и за это время предстоит освоить около 4 миллиардов рублей. Задачи, которые Минобразование Республики ставит перед собой и подведомственными учреждениями, обсудили на коллегии ведомства. В ее работе принял участие глава Чувашии. Нацпроект образования включает в себя 10 федеральных проектов, целый комплекс мероприятий, охватывающий все основные направления отрасли. Взять хотя бы укрепление материально-технической базы. 180 школ в сельской местности и малых городах получат современное оборудование. Для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей. Второй проект «Успех каждого ребенка» предполагает охват дополнительным образованием до 80% детей. В рамках федерального проекта также запускается проект «Билет. Будущее». В Республике в 2024 году не менее 72 тысяч детей получат рекомендации по построению дебилального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями. Вы знаете, что мы в этот проект «Билет. Будущее» вошли. И спасибо нашему институту образования, нашим учреждениям среднего профессионального образования и ряду школ Чувальской Республики. Уже более 2200 учащихся, они прошли профориентационные мероприятия в рамках этого проекта «Билет. Будущее». Остальные проекты касаются поддержки семей, имеющих детей, в том числе и замещающих семей, цифровой образовательной среды и повышения конкурентноспособности профессионального образования. Согласно последнему, к концу 2024 года в Чувашской Республике за счет средств федеральной поддержки планируется создать центр, опережающий профессиональной подготовки и не менее 85 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой. Необходимые средства в бюджете следующего года и на трехлетний период заложены. Тот уже документ, который принят государственным советом, как закон о консолидированном бюджете Чувашской Республики, это практически полтора раза то, что больше средств выделяется как инвестиции в человеческий капитал, инвестиции в умы наших людей. Кроме этого, оснащаем сейчас мастерские современным инновационным оборудованием. Создали учебные ресурсные центры на заводах, на производствах. Наши студенты среднего профессионального образования, высшего профессионального образования проходят соответствующую производственную практику на самом производстве. Средства, вложенные в развитие образования в Чувашии, работают очень эффективно, отметил координаты региональных составляющих национального проекта образования. Отмин образования Чувашии он выразил правительству республики благодарность за системную и четко выстроенную работу. Результаты, которые мы видим, они не могут не восхищать. Ваш регион традиционно последние 3-5 лет мы видим представителей школ во всех наших рейтингах. ТОП-200 сельских школ, ТОП-300, ТОП-500 общеобразовательных городских школ. Вы всегда в десятке среди лидеров по итогам всероссийских этапов олимпиадного движения. Были одни из первых в президентском проекте «Квантуриум». И на сегодня ваш «Квантуриум» стабильно находится в зеленой зоне. Более того, ребята на международных составляющих показывают очень высокие результаты. На коллегии обсудили и вопросы повышения мотивации школьников к занятиям физической культуры и спортом. И план мероприятий на новогодние праздники. Как отдохнуть и пополнить свой интеллектуальный багаж во время каникул, можно узнать, заглянув на сайты муниципалитетов. Итоги деятельности в 2018 году и задачи на 2019-й обсудили на коллегии Министерства юстиции и имущественных отношений. Регистрация ведомственных нормативных правовых актов, контроль за предоставлением земельных участков многодетным семьям, бесплатная юридическая помощь. Об итогах деятельности каждого отдела министерства отчитывались их руководители. Особое внимание народной инвентаризации. Благодаря этой масштабной кампании выявили более 2000 пустующих участков общей площадью более 800 гектаров. Доходы в бюджет республики от продажи и аренды таких участков составили почти 200 миллионов рублей. Отдельный разговор об антикоррупционной экспертизе документов. Для нас, я считаю, это правильное выбранное направление, когда независимые эксперты могут нам подсказать, указать, лишний раз напомнить о возможных коррупционных факторах в том или ином нормативном правовом акте. Поэтому в 2019 году мы планируем данный опыт использовать также, который был наработан в 2018 году. И для всех органов исполнительной власти, для органов местного управления тоже просим внедрять эти элементы независимой антикоррупционной экспертизы. Среди задач на 2019-й продолжение начатых проектов и старт нового. Планируется, что правоведы будут еще чаще выезжать в районы и принимать обращения граждан по разным вопросам. Юлия Важенина, Андрей Спиридонов, Республика. В одной из чебоксарских квартир прошлогодняя новогодняя ночь чуть не закончилась трагедией. Напомним, из-за запуска пиротехники загорелся балкон в одной из многоэтажек. Как предотвратить подобное и обеспечить безопасность во время новогодних праздников, обсуждала комиссия по чрезвычайным ситуациям. Вот что бывает, если запускать фейерверк во дворе жилого дома. Сотрудники МЧС, органы власти напоминают, взрывать петарды необходимо на специальных площадках. В чебоксарах таких 55. Покупать фейерверки и петарды необходимо в специализированных магазинах, у которых есть сертификаты соответствия. По городам проходят рейды. В ходе проведенных мероприятий сотрудниками полиции, территориальных органов, выявлено 20 административных правонарушений в сфере оборота пиротехнических изделий. Это факты несоблюдения условий по исключению доступа покупателя к пиротехническим изделиям. Факты реализации пиротехнических изделий с истекшим сроком годности. Реализация пиротехнических изделий без сертификатов в соответствии с осуществлением предпринимательской деятельности без государственной регистрации. Ну и несанкционированной торговли. Другое направление обеспечения безопасности в местах проведения новогодних мероприятий. МЧС совместно с другими ведомствами до 25 декабря проводит проверки школ детских садов домов культуры. Сотрудники учреждений проходят дополнительные инструктажи. Праздники, можно сказать, это не для нас. Мы должны для людей, для простого народа создать эти условия, а сами должны в праздничные дни работать и согласно графике дежурства, и соответственно каждый руководитель должен нести персональную ответственность. Безопасность во время проведения массовых праздничных мероприятий должна быть превыше всего. Эта задача требует от ответственных должностных лиц предельной мобилизации всех сил. Час икс уже наступило. В скверах и парках новогодние представления уже начались. С понедельника в школах Чебоксар стартуют утренники. А 26 и 27 декабря пройдет республиканская елка, куда приглашены более полутора тысяч детей. Татьяна Летева, Павел Редков, Республика. И в развитии темы. В Чебоксарах давно уже определены специальные площадки, где горожане смогут самостоятельно запускать новогодние фейерверки. Всего их 55. Каждая соответствует требованиям пожарной безопасности. Большая часть находится в Ленинском и Калининском районах. 36 площадок. Устроить салют можно будет на Московской набережной, парке Амазония, стадионе Волга, в сквере перед национальной библиотекой. Полный список адресов указан на сайте администрации Чебоксар. Применение перечнических изделий должно осуществляться строго в соответствии с инструкцией завода-изготовителя. При этом в данных инструкциях должны быть отражены требования пожарной безопасности к такому перечническому изделию. Применение перечнической продукции должно осуществляться на специализированных площадках. Применение перечнических изделий запрещается в помещениях, зданиях, сооружениях любого функционального значения, на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях зданий, фасадов зданий и сооружений. также на сценических площадках, а также в спортивных сооружениях, на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, газопроводов, нефтепроводов, а также линии высоковольтной электропередачи. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность соответствующей законодательности, а именно по части 1 статьи 204 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Напомним, приобретать пиротехнику необходимо в специализированных магазинах, у которых есть сертификаты соответствия. Наша задача не допускать на территории города Чебоксары продажу низкокачественных петард и незаконных пиротехнических изделий. Это опасно для жизни. На сегодняшний день по поручению Алексея Олеговича Ладокова организована рабочая группа по обследованию всех предприятий торговли, где реализуются пиротехнические изделия. И в целях недопущения несанкционированной торговли и незаконной продажи пиротехнических изделий. Данные рейды у нас начали свою работу с 18 декабря и будут продолжены до 8 января. При проверке внимание уделяется соответствии правилам пожарной безопасности места продажи пиротехнических изделий. Обязательно должно быть при продаже сертификаты на продукты, должны быть обязательно сопроводительные документы. Обязательно при покупке горожане должны посмотреть на упаковке, имеется ли номер ГОСТа, имеется ли инструкция на русском языке. Также, конечно, обязательно упаковка не должна быть поврежденной, она должна быть цельной. Уже из 26 проверенных объектов нарушения при продаже пиротехнических изделий нашли в 4 торговых точках. Одну из них закрыли, остальные устранили неполадки. Чаще всего это несоблюдение сроков годности товара и отсутствие сопроводительных документов на пиротехнику. Сегодня после капитального ремонта было открыто здание управления по вопросам миграции МВД. Что изменится для сотрудников службы и тех, кто обращается к ним за помощью, знает Дмитрий Ковалев. Полномочия миграционной службы структуре МВД передали два года назад. Такая реформа себя оправдала, отмечают правоохранители. После перехода соответствующие изменения, вы знаете, прошли в МВД России, непосредственно вся миграционная служба занимается решением вопроса. И вы, лидеры, успевающие все делать так, как положено по закону. Ровно год назад были открыты административный корпус и здание криминального блока. И вот теперь в комфортные кабинеты переезжают сотрудники миграционной службы. Для вас практически все условия работать, своевременно оказывать эту помощь нашим жителям, кто к вам обращается. Новый корпус решит проблему нехватки мест. Сюда переезжают сотрудники четырех отделов миграционной службы. Теперь все услуги будут оказывать в одном месте и без бумажной волокиты. Процесс ускорит и система электронной очереди. Быстро, комфортно, получив это своевременно паспорта, особенно заграничные, которые сейчас здесь будут выдаваться, но и условия для сотрудников органов внутренних дел. По итогам первого полугодия Чувашское УВМ у нас занимает первое место по оказанию госуслуг в России. Первое место. А вот жалоб очень редко поступает. Здесь продуманная система безопасности. Заграм паспорта нового типа выдают только после тотальной проверки биометрических данных. Отпечаток пальца уникальный код человека, отмечают в полиции. Придет двойник, длинец, полностью совпадающий. Он этот паспорт не получит, пока вот здесь палец не совпадет с тем компьютером, который получался месяц назад. Развитие госуслуг – приоритетная задача. Глава региона отметил, что здесь многое зависит от эффективного взаимодействия ведомств. Межведомственное взаимодействие между органами государственной власти тоже на достойном уровне. Никто никуда не бегает. Полицейские сотрудники структурного подразделения Министерства внутренних дел через электронную связь выходят в другие органы власти для того, чтобы получить дополнительную информацию. И за считанные часы идут уже те материалы на экран компьютера. И практически уже есть соответствующие аналитики и соответствующие выводы. Работники Министерства внутренних служб могут оказывать такую большую помощь по государственным услугам. По выдаче паспорта гражданин Российской Федерации. По вопросу оформления вида на жительство. По вопросу оформления гражданства Российской Федерации. Все это позволяет работникам целом Министерства внутренних дел решать правоохранительную задачу. Ставку в МВД делают на удаленный документооборот. Только сотрудники миграционной службы сейчас оказывают в электронном виде более 90% госуслуг. Дмитрий Ковалев и Бахтияр Велиев. Республика. Юные химики и физики из Чубаксара, воспитанники детского технопарка «Кванториум», победили в международном инженерном конкурсе, который прошел в Санкт-Петербурге. Они создали модель микробного топливного элемента. МТЭ – это такое биотехнологическое устройство, которое преобразует энергию химических связей, органических веществ, в электричество. Процесс происходит с помощью микроорганизмов. Почти полгода работы понадобилось ребятам, чтобы усовершенствовать изобретение. Теперь оно производит больше электричества с помощью бактерий. Смогли собрать, нашли материалы необходимые. Причем часть материалов договорились с пустойщиками. То есть они дали нам бесплатно. Вот, например, конкретно эти электроды. Они сделаны из углеродного волока. Это можно использовать для выработки электроэнергии, допустим, в каких-нибудь удаленных местах. Где есть какие-то органические отходы. Отличие МТЭ от топливных элементов в том, что они могут использовать сточные воды городов и предприятий. Тем самым не только вырабатывать энергию, но и защищать окружающую среду от загрязнения. Бактерии окисляют субстрат. Через мембрану проходят протоны. Ну, проходят протоны. И движутся по внешней цепи. И мы считаем, что с помощью нашего микробно-топливного элемента можно сделать электричество из пищевых отходов. В этой команде не делят работу на мужскую и женскую. Все четко знают, у кого что лучше получается. Маша документировала все, а я и еще одна девочка. Мы занимались бактериями, их разводили и пересаживали на питательные среды и так далее. Также в основном мы занимались химией и всеми созданием растворов и проведением всех химических реакций необходимых в конструкции. У нас в команде есть, по сути, вот два таких биолога-дефиз-химика. Два... Там, конечно, сложно дифференцировать. Вот есть три человека, у которых в разной степени развита физика с математикой. То есть у кого-то там больше математика, у кого-то больше физика. Они больше такие инженеры физики. И один это инженер математики. Ну, так, позвали мы его. Шутку. Вот. И один человек у нас занимался, в общем-то, программированием, а другой, помогал во всем, в чем можно было помочь. И фотографировал параллельно, когда был свободен. Такая у нас была команда. На таких конкурсах очень помогают знания по различным предметам. По химии, биологии, физике и математике. А еще слаженная работа и командный дух. Музей храма новомучеников и исповедников российских пополнился новыми экспонатами. Теперь здесь можно потрогать старинный Чебоксарский Кремль и город Свияжск. Особое внимание здесь уделяют незрячим гостям. Впрочем, и остальные посетители могут увидеть экспонат руками. Чтобы почувствовать пульс жизни старого города, достаточно просто завязать глаза. Попробовать может каждый, неважно, видящий или незрячий. Мы знаем, что храмы имеют разные формы. Вот есть храм шатровый. Вот попробуй, пожалуйста, ощутить покоон формы. Вот. Он такой, как конус. Чувствуешь? Да. Так. Вот. А теперь другой молодой человек. А есть храмы крестово-купольные. На них у нас купола. Нам нужно понять, что чувствует незрячий человек. И как нужно к нему относиться. То есть нужно сострадать, понимать, чувствовать это все. В каком мире он живет. Когда мы закрываем глаза и рассматриваем этот макет руками, мы же чувствуем. Ученики школы-интерната для слабовидящих и незрячих детей в музее храма бывают часто. У них есть даже любимый экспонат – древний Херсонес. Очень понятно, вот это развалины. Чувствуются, они такие неровные, какие-то неправильные. Очень хорошо изображено. Похоже как. Я себе так и представляла. Развалины. Эти барельефы создает Андрей Максимов. С утра он дизайнер, а после основной работы уже скульптор. А еще и педагог. Проводит для ребят мастер-классы. Когда мы создаем объекты для незрячих, желательно избегать перспективы. Потому что перспектива мешает восприятию объекта. Потому что, например, прямоугольник имеет прямоугольную форму. И мы хотим рассказать ему, что прямоугольник – это прямоугольник, как мы с вами представляем. Но если мы его изобразим в перспективе, он, получается, у нас искажается, получается как бы перелепипе. И уже мы немного путаем. Важен и материал. Он должен быть прочным. Ведь ощупывать стены и крыши будут сотни рук. Эти макеты сделаны из гипса, пластика и керамопласта. Все храмы и здания реальные. Они повторяют известную гравюру путешественника 17 века Николаса Витсона. Моя задача была просто показать, как можно большому числу простых людей, простых детей, которые приходят в этот храм, что у нас наш город, он выглядел совершенно иначе. Поэтому надо знать нам всем нашу историю. Ощупать историю может любой желающий совершенно бесплатно. Этот проект поддержан международным грантовым конкурсом «Православная инициатива» и экспонируется в музее храма новомучеников и исповедников российских в Новоюжном районе Чебоксар. Мария Шоклева, Борис Андреев, Республика. Сборная команда «Чувашия» по спортивному туризму стала обладателем Кубка России на горном маршруте. Всем чувашских спортсменам за 22 дня прошли маршрут пятой категории сложности в горах Сеньшаня. Для прохождения участков такого уровня требуется хорошая техническая, физическая и моральная подготовка. На своем пути наша команда преодолела различные препятствия – перевалы, вершины, а также совершила восхождение на пик Каракол высотой 5281 метр. Отметим, что «Чуваша» заняла второе место в рейтинге регионов по развитию спортивного туризма. Символично, что Федерация спортивного туризма «Чувашия» получила грант президента России на создание профильных центров в Чебоксарах, в Новочебоксарске, в Канаше и в нескольких районах центров республики. Первые соревнования запланированы на апрель 2019 года. И с весны же в республике появится площадка для сдачи норм ГТО для туристских походов. В столичном парке Амазония рядом с колесом обозрения появилась зеленая красавица. Праздничный хоровод вокруг елки дал старт новогодним мероприятиям в московском районе. А-а-а! Сколько у нас! Я до всех собралась! Школьники, детсадовцы с удовольствием танцуют и водят хороводы вокруг зеленой красавицы. Вместе с ними волк, лиса, баба-яга и, само собой, свинка. Символ наступающего нового 2019 года. На свежем воздухе, в такую хорошую, красивую погоду. Дети с радостью танцуют, пляшут. Мы ведь основное время в учебном процессе проводим в помещении, а сегодня мы на свежем воздухе. Это дорогого стоит. Ожидание счастья, радостных событий, исполнение самых заветных желаний, о чем еще можно мечтать в преддверии Нового года. Особенно ждет детвора каникул. Обязательно будут мероприятия в образовательных учреждениях. И будут работать по месту жительства катки. Организовано порядка 10 лыжных трасс на территории нашего района. И здесь в парке 500-летия даже откроется каток, как в прошлом году. Странная, пушистая, елка серебристая. Лапеньки с сучками, а сучки с крючками. Елочки, пенечки, пенечки. Ирина Волкова, Олеся Русакова, Борис Андреев, Республика. Это все новости на сегодня. Впереди вас ждет полезная информация. А я вам желаю хороших выходных. Огромный выбор курток, пуховиков и дубленок, изготовленных на российских фабриках. На ярмарке верхней одежды «Ермак» представлено более 5000 моделей для мужчин и женщин. Удивляет широкий размерный ряд от 42-го до 72-го. Укороченный вариант есть дубленочка. Натуральный мех красивый идет. С дубленочками хорошо будет. С дубленочкой идет лазерная обработка, ноская. Еще хороша тем, что три четверти рукав. Укороченный рукав – тренд этого сезона. Он одинаково хорошо смотрится как на дубленках, так и на куртках. Эта модель хороша еще тем, что вот эта вот меховошечка, она на пуговицах снимается. Также здесь рукавчик. На молнии его можно снять. Остается три четверти. Можно пододеть либо какие-нибудь кожаные перчаточки цветные, либо свой свитер, допустим, надели яркий. И очень хорошо будет. Хорошо будет зимой, если одежда не только красивая, но и теплая. А главное, если еще недорогая. В изделиях используются новейшие утеплители, такие как тенцу, лейт, биопух, полиэстер. Также в моделях представлены отделки из натурального меха, норки, лисы, чернобурки. Ярмарка верхней одежды «Ермак» удивит вас идеальным соотношением цены и качества. Она работает с 10 утра до 8 вечера, без обеда и выходных. Вас ждут по адресу Горщебоксары, улица Максима Горького, дом 49. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова